Накануне вечером крупнейший российский ритейлер объявил о том, что запрещает продавать в своих магазинах китайские овощи и фрукты. Из-за коронавируса, который вроде бы передается только от человека к человеку, но кто его знает, может, дотаился в китайских бананах или огурцах. Узнать о стране производителя можно из этикеток на ящиках и в Магните мы почти сразу находим запрещенный помелло. Знаете, что Магнит отказался официально поставить фрукты, которые вообще из Китая. Я смотрю, у вас здесь есть помелло из Китая. Вы понимаете, что их не сегодня привезли из помелло. И собраны они тоже не сегодня. Ну, так и китайский вирус не сегодня, коронавирус не сегодня образовался. То есть эту партию все равно будете распродавать? Сейчас я вам директор почню этот момент. Спустя всего несколько минут помелло снимают с продажи, потому что ошибочка вышла. Фруктов и овощей с этикеткой сделано в Китае. На прилавках этого магазина действительно быть не должно. Отправляемся дальше, в соседнем супермаркете. Покупатели хотели бы узнать, в какой стране выросли эти груши. Но в поле их зрения такой информации нет. Приходится брать не глядя. А вы думаете, везут? Из Китая? Мы верим, как нашему правительству. Говорят, все позакрыли. Ну, вон, например, помелло из Китая написано. Может, она у них привезена, знаете, с прошлого года. Говорят, что коронавирус не передается через фрукты и посылки. Но экстренные меры безопасности, которые начали принимать торговые сети, пугают. Даже те, кто раньше относился к Китаю нейтрально, начали его бояться. Мне не нравится Китай, на самом деле. Потому что там очень много заболеваний. Вот, поэтому я и не покупаю ни фрукты, ни овощи никакие. Я никогда их не брала. Почему? Ну, потому что всегда что-то я опасалась. Всегда боялась. Правильно делали, получается? Ну, да, конечно. А теперь, тем более, как говорится, все смотрим. Вот, поэтому в курсе всех дел, всех. Вот, и боимся, короче говоря. Плохие новости о коронавирусе распространяются с пугающей скоростью. Он не знает границы по всему миру. Уже 20 тысяч зараженных, почти 500 умерших. Чуть больше тех, кто вылечился. Говорят, в инфекционной больнице Саранска лежит девушка с подозрением на китайскую инфекцию. Правда, эту информацию официально пока никто не подтвердил. Но уже есть мнение, что новый штамм коронарного вируса можно приравнять даже к чуме. Всемирная организация здравоохранения признала именно этот штамм коронавируса вариантом особо опасной инфекции. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время мы получим какие-то официальные рекомендации по предупреждению распространения этой инфекции на территории Российской Федерации. Потому что в самых общих словах, если сказать, то это должны быть действительно меры профилактики, которые применяются ко всем особо опасным инфекциям. Чума, холей и так далее, подобная сибирская язва. В природе, объясняют инфекционисты, существует около 40 видов коронавируса. Они давно известны и от них могут защитить обычные противовирусные препараты. А вот особо опасный новый штамм пока побеждают известные лекарства. Да и проблема с его диагностикой вне специальной лаборатории пока не решена. Потому что сначала вирус очень похож на обычную простуду, а потом на грипп. Человек умирает от осложнений, которые развиваются стремительно. Любой человек с подозрением, то есть в настоящее время человек считается, то есть у него подозревается, например, тот же коронавирус. Если он вернулся из-за рубежа, и у него уже, например, при прилете сразу появилась клиника респираторной вирусной инфекции, либо эта клиника появилась в течение двух недель после возвращения из-за рубежа, из неблагополучной страны, либо он контактировал с человеком, который недавно вернулся из-за рубежа, и у него была клиника респираторной вирусной инфекции. То есть у нас даже не только коронавирусу, то есть у нас медицинские организации в настоящее время, они готовы к приему больных с гриппом и ОРВИ. В Мордовии учатся и работают несколько сотен китайцев. В этом году из-за вируса их не пустили на родину встречать Новый год по национальному календарю. Приостановили также программу студенческого обмена с Поднебесной. Как только эпидобстановка придет в норму, сотрудничество возобновят. А пока главные меры профилактики – носить маску, мыть руки, не есть сырое мясо и рыбу, не ездить в Китай и держаться подальше от тех, кто там недавно был. Людмила Кусерова, Александр Данилов. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин